ИЗДАТЕЛЬСТВО БОМБОРА ОКЕАН КНИГ Андрей Беловешкин. Что и когда есть? Как найти золотую середину между голодом и перееданием? Читает Дмитрий Кременский. Введение. Эта аудиокнига берёт своё начало в образовательном курсе, который я веду для слушателей с 2014 года. В то время, когда я ещё преподавал в медицинском университете, меня попросили выступить с лекциями о научных основах здорового питания, развеять мифы и страхи, сформулировать универсальные правила питания. Сначала это были занятия в группах, затем учебный онлайн-курс, который прошли тысячи людей. С каждой группой мы разбирали разные аспекты питания и их практическое внедрение в повседневную жизнь. Конечно, ситуация каждого человека уникальна, но есть и базовые правила, общие для всех. Работая с разными людьми, занимаясь лечением различных заболеваний, я вижу, что в основе индивидуальной диеты всё равно лежит фундамент универсальных правил питания. Понимание и внедрение в жизнь этих правил помогает каждому человеку создать на их основе свои привычки, которые и станут фундаментом будущего плана питания. В этой аудиокниге я хочу рассказать вам про два самых главных аспекта питания. Режиме питания – когда есть, и продуктах питания – что есть, и научить, как их применять в своей повседневной жизни. Конечно, есть ещё и много других вопросов, которые касаются психологии питания, питания при заболеваниях и множества других интересных и важных тем. Но мы вернёмся к ним позже. Консультируя клиентов и преподавая на курсе здорового питания, я составил ряд универсальных правил, которые каждый человек может внедрить в свою жизнь и получить от этого пользу. В аудиокниге 12 правил по режиму питания и 12 правил по выбору продуктов. Критерии правил – научная информация и эмпирическое знание, традиция разных культур и народов. Каждый совет проверен тысячелетним человеческим опытом и подтверждён научными исследованиями. Каждое правило имеет разные степени практики. Вы можете начинать с самого лёгкого варианта и двигаться по мере усложнения. Сейчас по диетологии выходит множество различных книг, но до консенсуса ещё далеко. Одни книги увеличивают количество диетологических мифов, другие эти мифы развенчивают. Кто-то ссылается на свой личный опыт, а другие призывают его игнорировать и опираться только на доказательную медицину. А вот третьи приводят доказательства, что большинство научных исследований в питании финансируются пищевыми производителями, а кроме них много кто ещё имеет интерес в лечении, а не профилактике заболеваний. Четвёртые фокусируются только на персональных особенностях и подборе индивидуального питания. Пятые советуют бросить всё это и есть интуитивно. Всё это напоминает индийскую притчу про слона и слепых мудрецов. Однажды в город привезли слона, и каждый мудрец стал его ощупывать. Первый ощупал хобот и говорит, что слон – это змея. Второй ощупал ухо и стал утверждать, что слон – это опахало. Третий – ногу и решил, что слон – это колонна. Четвёртый схватил хвост и сказал, что слон – это кисточка. Кто из них прав? Каждый и прав, и не прав одновременно. Поэтому важно придерживаться «золотой середины», учитывая и научные советы, и традиционное питание, и свои личные особенности и предпочтения. Поэтому я решил записать эту аудиокнигу в виде отдельных глав, каждая из которых представляет собой инструмент, правило для самостоятельного принятия пищевых решений. Каждое правило представлено гибко, так чтобы любой человек мог самостоятельно его применять и внедрять в свой образ жизни. К сожалению, многие течения в диетологии представляют собой радикальные крайности. Но есть и срединный путь, который позволит вам получать пользу от разных стратегий. Вы можете получать пользу как из калорийной еды, так и от голода, как из жиров, так и из углеводов. Принцип срединного или золотого пути – это тот стиль питания, который вам удобен, приносит удовольствие и полезен для здоровья. И это реально без крайностей и фанатизма. Каждая из 24 глав построена по одному принципу. Сначала мы разбираем историю вопроса, узнаем, как ели люди раньше, к чему адаптирован наш организм и что изменилось сейчас. Затем мы кратко разберемся, как именно это пищевое правило влияет на наше здоровье. Вы узнаете, что продукты и режим питания оказывают глубокое влияние на наш организм на всех уровнях. Они влияют на нейрохимию мозга, способствуя выработке привычек и пристрастий, на работу гормонов и чувствительность тканей к ним, на работу иммунной системы, на активность генов и многое другое. Многие из этих эффектов проявляются не сразу, а спустя долгие годы. В третьей части каждой главы краткая формулировка пищевого правила и уровень его сложности, а после этого набор советов и идей для его более успешного воплощения в жизнь. Вы можете начать с любой главы, ведь каждое правило работает, даже будучи применяемым отдельно. Но лучше, если вы будете слушать по одной главе в день и применять прослушанное на практике. Так, прослушивание книги займет у вас почти месяц, за который вы приобретете много простых и полезных пищевых привычек. Здоровые пищевые привычки – это ключ к долголетию. Пусть изменения будут небольшими, но их сила в ежедневном повторении, в накопительном эффекте. Ведь многие современные болезни, такие как сердечно-сосудистые, ожирение, рак, нейродегенеративные заболевания и само по себе старение, не возникают за один день, а развиваются в течение длительного периода. Поэтому важно думать о своем питании в долгосрочной перспективе. Ведь наша жизнь – это не спринт похудеть до лета, а марафон быть здоровым и энергичным долгие годы и предотвратить раннее старение. Все диеты похожи тем, что работают в краткосрочной перспективе и проваливаются в долгосрочной. Почему? Потому что правильное питание – это образ жизни. Мы будем говорить и о том, как влияют на наш метаболизм стресс, свет, температура, физическая активность, даже настроение. Да, вы не ослышались. Радость действительно сжигает жир. Когда вы думаете о внедрении новой пищевой привычки, подумайте, сможете ли вы придерживаться ее все время. Если нет, то вам лучше взять планку чуть ниже. Нет смысла в том, чтобы не употреблять сахар в течение недели, а потом сорваться. А вот если ввести привычку воздерживаться от сладкого хотя бы раз в два дня, то уже через год это благотворно скажется на вашем здоровье. У любого действенного инструмента влияния на здоровье есть и побочные эффекты. Питание не является исключением. Сегодня существуют две противоположные тенденции – пищевая зависимость, переедание и орторексия – расстройство приема пищи, характеризующееся навязчивым стремлением к здоровому и правильному питанию. Поэтому сначала я хочу дать вам несколько правил техники безопасности. Первое. Ваше здоровье – высший приоритет. Поэтому сомневайтесь в любой информации, в том числе и в той, которую даю я. Помните, что общие правила в вашем конкретном случае могут иметь индивидуальные нюансы. Относитесь к информации как исследователь, экспериментируйте и принимайте выверенное решение. Второе. Не все будет понятно и возможно сделать с первого раза. Это нормально. Учитесь на своих ошибках, делайте выводы, находите свои слабые места. Это позволит вам эффективнее действовать в будущем. Плоха не ошибка, а то, что вы ничему не научились. Третье. Чувство юмора. Будьте проще и не забывайте посмеяться, в том числе и над собой. Если вам не смешно, то вы встали на путь, ведущий к нарушениям пищевого поведения. Вы всегда все можете съесть. Еда – это прекрасный источник энергии, а не зло. Просто нужно выстроить с едой границы для вашего общего блага. Четвертое. Не вступайте в споры и вообще будьте партизаном в плане изменений питания, но помогайте тем, кто ищет помощи. Многие люди и авторы будут переубеждать вас, что только их схема питания единственная верная в мире. Помните, что существует множество вариаций здорового питания, и ваша цель – найти такое для себя лично. Воздерживайтесь от моральной оценки людей в зависимости от того, что они едят. Не считайте себя лучше других, если питаетесь правильно. Это артолексия. Вы лично и другие люди не лучше и не хуже из-за разного содержания тарелок. Пятое. Здоровое питание – это не просто еда, а стиль жизни. Это блюда из детства, это домашние ритуалы, это новые места, это приятная компания друзей, это то, что приносит вам глубокое удовольствие и удовлетворенность от жизни. Невкусная еда никак не может быть здоровой. Шестое. Найдите баланс между гибкостью и стабильностью. Вырабатывайте правила и принципы, а не привязывайтесь к конкретным продуктам или рецептам. Но одновременно с этим наработайте вкусные рецепты с продуктами, которые всегда есть у вас под рукой. Динамично меняйте рацион в зависимости от сезона, физической активности и потребности организма. Седьмое. Здоровое питание начинается не с понедельника, а с завтрака. Постарайтесь не менять резко свой рацион, действуйте плавно. Нам трудно одновременно внедрять более трёх привычек, а ведь окончательное их созревание в мозге занимает до трёх месяцев, а перегрузка только усиливает стресс и риск срыва. Помните про этапы изменений, про ограниченность силы воли, силу привычки и важность малых, но ежедневных действий. Действуйте мягко, но настойчиво. Каждый приём пищи — это возможность тренировки для выработки новых полезных привычек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова